Пошла, Жара? Пошла! Ну что, привет! Мы поняли, что вообще записывать всякое там унылое про культуру, про какие-то парки, про музеи, делиться какими-то действительно важными в этой жизни значенными вещами просто не стоит, потому что неинтересно никому, а это никому надо или не надо. Всех волнует вообще три темы в Аргентине. Знаете, какая? Сколько стоит снять квартиру, какие цены в супермаркете и, наверное, куда сходить пожрать. Вот больше нафиг ничего никому не надо. Это самые популярные теги. Знаете что? Это единственные теги, на которые есть запросы в Ютубе. Поэтому все остальное можно снимать. Поэтому мы будем снимать шлаг нормальный, прокачивать вас, где поесть, почем купить пирожок и так далее. И показывать вам это. А все остальное мы оставим за кадром и будем давать ссылки нашим близким друзьям. И все, они пусть прокачиваются в этом направлении. И смотрят про музеи, про латиноамериканское искусство, про какие-то фантастические там японские сады, про культурные центры, про какие-то развивающие темы для детей. Вот это вот интересно. А для вас, значит, добрый день. Значит, погнали. Мы в итальянском ресторане сегодня новом. Называется Бля Оливьетти. Находится он недалеко от нашего дома, там, где мы живем. А пришли мы сюда. Почему? А потому что мы уже просто устали ходить по ресторанам. Мы не знали, куда прийти. И мы решили пойти в то место, в котором мы не были. И чтобы это было в радиусе, там, я не знаю, 5 минут ходьбы. Поэтому мы здесь. Оказалось, здесь достаточно неплохое меню. Мы вам продемонстрируем. Вот. Ирилл заказали. Мы сегодня новые блюда. Таких мы еще не ели в эту поездку. Мы заказали лазанью. И мы заказали хасабука. Хасабука это... Ирилл точно знает. А я знаю, что он нас смотрит. Поэтому он вам подскажет. Готово. Ну, значит, первое блюдо у нас уже приехало. Первое блюдо будет... В общем, очень интересная подача. Это бурата. Да. Но она с крупной морской солью сверху. И, посмотри, тут и морковка, и анчоусы. И это я вообще даже не знаю, что это такое. Какой-то перец там интересный. И здесь сверху мне кажется, что это трюфельное масло или трюфель. И крупная соль. Ты с ней видишь? То, что ты хотел. Это очень должно быть неплохо. А, и анчоусы. Видишь? Да, я удивилась. Никакая она. Не, ну, это не сравнится с той, которую мы пробовали вчера. Ну, я здесь ездить. Давай, давай, давай. Ты рано сказал. Ты сначала распробуй. Что? Это очень интересно. Это тоже, мне кажется, каперс. Но, знаешь, он интересный. Посмотри, он просто большой каперс. Видишь? То есть мы же видели, как растут каперсы. Помнишь? Да. А это большой каперс. Это большой каперс, маленький анчоус и морковка. Не знаю, зачем морковка. А зелененькая там тоже что-то, солод какой-то интересный. Сочетание тебе нравится? Да, мне очень нравится. Ну, я тогда надеюсь, что и все остальные блюда будут столь же не классическими. Приятного аппетита. Я еще не подожди, подожди. Не подожди. Жду, жду. Просто и перестанешь снимать, начнешь съесть. Поснимай еще чуть-чуть. Ладно. Значит, продолжим. Брата съедена. Все, нету, значит, вкусно. Было очень мне или не знаю. Это, в принципе, не важно. Ира, что ты расскажешь? Ну и ладно, как хочешь. Так вот, такой неплохой интерьер у них здесь. Смотрите, какие симпатичные светильники, картинки. Красивая кухня. Открытые холодильники на кухне. Девочки. Там вдалеке, вон, за столиком уже сладости какие-то выкладывают. Выкладывают, видно, в три. Мам, посмотри, какие классные, которые едут. Ну, то, что подогревают, но не дают ей остыть. Да, ну ладно. Посмотрели на игру? Плать. Давайте я вам что-нибудь интересное расскажу. Я вам уже что-то интересное рассказал. Пока не принесли следующее блюдо, рассказывать вам больше нечего, потому что вам, в принципе, ничего не интересно. Поэтому было бы интересно, я бы вам рассказал. Ну, задавайте вопросы, я вам расскажу. А, а можно потом ты будешь снимать, и тебе будут тарелку крутить? Можно. Ладно, окей. Ну что? Они там шепчутся, шепчутся, зачем? Да, да, принесли. Все принесли. Значит, у меня сабука. Вот что такое сабука. Это тушеная галень, и она должна быть... Она такая и есть. Посмотри. И вот, смотри, она просто распадается. Она же просто бомба. На, ну-ка. А на гарнишчик что у тебя? Правильно. Теперь я понимаю, почему Вася Аблова поет, любит наш народ всякое говно. Не культурно, но... Потому что вот это интересно. Вам же интересно сейчас вкусно, или нет? Ну, я вам не скажу. Ну, нет, я скажу, конечно, то, что я для этого снимаю. Вот так вот хочешь куда-нибудь сходить? Идешь просто, не выбирая. Приходишь, а тут же ничего жена. Саша сегодня жжет. Это очень вкусно. Ну, смотри. Это косточка, видишь? Да. Потому что это что? Сабука. Сабука всегда с косточкой. Ну что, Ирусь, давай покажи, я покажу мою твою наилку. Это что-то у тебя такое красивое? Это лазанье у тебя? Похоже. В томатной такой, этой подушке. Я не знаю, что-то отказалось от сыра. Ты смущалась, может быть? Нет, на ней не захотелось. Нет? Угу. Ну-ка, давай-ка мне камеру. Даю-ка тебе камеру. Сейчас, я расскажу. Я лазанье не хочу. У меня сабука, и мне достаточно этого. Давай, Ириш. Нет, ты можешь про лазанье рассказать? Ну, нормальный ты человек, Ир. Ир, ты как себя чувствуешь? Ир, хватит есть. Ир, мы снимаем, Ир. Ир, будешь есть после серебряной кнопки на Ютубе, Ир. Все остальное будет вот так. Мой. Попробуйте все. Ну что? Выглядел очень сухой. Да ладно. А она и выглядит сухарем, на самом деле, если честно. Такой зашкваренный сухарик. И еще и листья такие. Слушайте, если что, мне кажется, это очень горячо. Это очень горячо. Из-за этого от сыра отказалась все же. Удивительно прекрасно? Серьезно? Ну ладно. Расскажи тогда телезрителям, какова она на вкус? Ну, это не кубленные листы. Сделанные листы. Они тоненькие, хрустящие. Но хрустящие не потому, что они милые. Тонькие, хрустящие, в общем, бла-бла-бла. Хороший ресторан, да. Некрасиво. Некрасиво, с моей стороны. Я думаю, Саша жжет сегодня. Да нет. Давай, давай, Матюш, давай. Да да. Смотрите, ребят, зима, видите? Сегодня, вчера ходили в пуховиках, сегодня прям... А сегодня плюс 22, а запомнил. Да, и вот опять видно, сегодня прям тема. Приятного аппетита. Спасибо. Тут, ну, я ем, ем же пока еще ехал. Вы думаете, всегда, когда перестают снимать, там, дальше я не ем, я ем, я доедаю. Ну, не все десерты, я у меня отбирает, конечно, это так чисто для постановки, но мы тут сидим и обсуждаем, как же все-таки богат русский язык, а богат с какой я точки зрения, что он очень емкий. А емкий тем, что всего лишь одним словом можно описать все богатство вкуца. А каким словом, я думаю, что вы можете додумать сами за кадром. Пока ты фотографируешь, я поснимаю. Это тирамису. Подача тоже такая прям очень интересная. А это, а это кексики. Они пекут здесь реально крутые кексы. Они очень разные. И мы побоялись, что мы заказали много, а они сказали, что это одна порция. Так что, если вы захотите здесь попробовать десерт, имейте в виду, что порция кексов на четверых. Это просто какой-то, мне кажется, они посмотрели на тебя и видят, ты так неплохо выглядишь, такая еще худенькая. Ну, не... Короче, они... Да, и решили накормить меня. Прекрасно. Не ассимилировавшиеся. Ага. Они решили тебя, в чем бы ей не подкинуть, чтобы она нормально входила в ритмы местными. Короче, это тирамису. Сейчас будет тест. Крак они это делают. Ну, сплакать будут. Так вкусно. Поверни, покажи. Ой, какой вкусный. Это что, серьезно? Я поплакал уже. Ой, это... Это как-то... Это божественно. Это как-то так нежно-сливочно. Он какой-то... Вроде бы, что может быть из такого. Но сам этот крем, из которого все, не это дело сделали, это просто божественно. Я... Ты счастлив? Это очень круто. Я же везде попробую тирамису. И он так плюс-минус не плохо. А этот прям... И цена вообще. Он, кстати, самый дешевый. Самый дешевый тирамису. Подожди, это будет последний кадр. Ты будешь пробовать кексик? Я попробую твой кекс. А прям так? Ну что мне? Ничего себе. Я так и возьму с орешками. Она сказала, что это тарта до занаори. А занаори – это морковка. То есть это морковки морковные. У тебя получается морковный. Там видно морковный. Кекс прекрасный. Я люблю такие вещи. А вот этот аромат марихуан, он тебе доносится, вкусы усиливаются. А, серьезно? Я не слышу. Я заканчиваю съемку и иду есть, правильно? Это просто фантастика, как вкусно. И это тоже... Я не мог не дать ей слова. Ну давай, пожалуйста, скажи. Ты же попробовал уже? Ну ты же разное пробовал. Классический, не сухой, а вкусный, сочный кекс. Прям пятерка. Прям пятерка. А то я думаю, ты сейчас начнешь, и я тебя буду вырезать. Потом опять монтаж, демонтаж. Вырезать. И кофеек ничего. А ты не пробовал еще тирамисо? Нет. А, ну-ка, ну-ка. Это как раз мне для себя очень важно. Я хочу видеть твое лицо. Ну это очень нежное, слушай. Ну не торопись. Ну, подожди. Ну, ну... Ну скажи, что бомба. Бомба? Ну скажи. Можно я до ем, мам? Мам, можно я до ем? Мам. Вернешь мне? Обычно я доедаю. Спасибо тебе большое. Спасибо. Прикольно. У нас уже даже такой пакет стоит на столе. Вот, что мы уберем. Наша любимая рубрика. А вот и счет. Итак, что же у нас было? А было у нас? Была у нас бурата, была у нас лазанья, была сапуха, два кофе, тирамису и написано корот. Не так удивительно, вообще у них занаория, морковка, типа морковный торт, это занаория. Итого, 2750. Может быть это в связи с тем, что сегодня песо еще, у Мануста, был 500, когда мы приехали, и месяц не прошел. Вчера курс объена был 600, а сегодня утром мы проснулись, а он 700. То есть я так чувствую, что скоро будет 1000, а она все-таки превратится в 1 доллар. Поэтому делим на 700, на 27 тысяч. Спасибо. Мы уже уходим, нам все очень понравилось. Мы все съели, все посмотрели. Кофта моя на стуле запуталась, но я ее сейчас возьму. Ирина, тебе понравилось? Да, мне понравилось. И главное, что очень жарко сегодня. Прям я вообще прям поел и все, и футбол. Да, я сейчас отделу жидкость, я понимаю, что... Некоторые уходят просто из ресторана Фуир, несет с собой. Да? Оливьетти, мы очень рекомендуем. Нам понравилось. Ну давай, Розь, расскажи-ка, пожалуйста. Не хочу ничего рассказать. Чей. Чей.